«Искатели» на русском организовался около года назад. Мы ищем религиозно-философские мышления, религиозно-философское направление мыслителей, также поэтов, художников, музыкантов. И символ нашего клуба «Искатели» таков. Поговорка «Суфи вместе отдельно». Вместе мы дружим представители различных конфессий, направлений, религий. Отдельно мы практикуем духовные направления. Они могут быть открыты, могут быть очень тайные, как в некотором буддизме, закрыты. Но самое главное нам любить друг друга, помогать во всем. У нас были приглашены интереснейшие люди уже. Писатели, поэты, прозаики выступали. Такие, как Людмила Добыла. Также Ольга Ваганова, известный прозаик. Она стала писать произведение «После смерти мужа», знаменитого Пайп Фолькова, который занимался лечением от всех всяческих зависимостей. Это и алкогольная зависимость, и игровая казино, и наркотики. И вот у нее скопился очень интересный жизненный материал. И по ее корням, по семье, и по опыту своего мужа. Вот она тоже с нами сотрудничает, выступает. Сегодня, я думаю, что здесь много ангелов. Мы не одни. Так что все равно мы хотя бы тогда, может быть, Виктория Коротко. Да, вот еще у нас тут появились интересные журналисты. Они в ЖЖ-журнале, сейчас я их назову, буквально в прошлый раз они сами появились и давали лекцию. Но сегодня у них день рождения, поэтому вот мужа одной из них. Так, значит, это... сейчас я их назову. Лекция называлась так. «Историческое соответствие в литературе». Журналист Елена Саковенина. Из Adventure Press, она издатель. И вот эта книга вышла, но, в принципе, у них все в интернете, как они нам объяснили. Вот одну книгу они распечатали, вот чтобы мы показывали. Они заинтересовались нашими идеями и уже сами дали какую-то информацию, даже типа страницы на Facebook. Но это только-только произошло. Может быть, еще на какие-то страницы. Поэтому, наверное, сегодня еще никто не подошел. Что еще у нас? Ну, и, в общем, этот ряд, да, выступают астрологи Юрий, я и Рена Свиклан. У меня 30 лет уже опыта работы с клиентами. Лекционный опыт в Москве, в Германии и в разных странах. И Юрий, и мы рассказываем больше, конечно, или о картах великих людей. То, что близко нам. Таких, как Елена и Николай Эрих, Сэй Баба, Оша. И, в общем, очень длинный ряд. Баба Джи. Очень длинный список этих карт. Ну, конечно, людей интересует все же, нас интересует. Это, может быть, не гороскопы великих людей, а то, что происходит здесь и сейчас, и наш личный гороскоп. Поэтому бывают лекции вот мои, где я рассказываю о своем опыте работы с очень интересными клиентами. Ну, например, такой опыт, практикующий в секте Аом Синрикё в Москве. Мой клиент, друг, он имел очень сильные практики в этой секте до террористического акта. Сейчас он вообще ни за к чему в Москве. Ну и так далее. Много интересного. Хорошо, перейдем тогда к сегодняшнему дню. Появляются все как-то неожиданные люди совершенно. Ну, сами они появляются. Вот такие, как Виктория, ее мама Ольга. Оказывается, тут... Она изучает такие интересные темы. В общем-то, я их могу перечислить, эти темы. Перечисли сама в начале темы, которые я придумала, а потом уже перейдем к сегодняшней лекции. Богиня Низита Божественная, обед безбрачия, монашество в миру. По цифрам говори, а то это все вместе. Третья тема андрогенности, по андрогенам, бинарность также. Четвертое, лунатизм. Пятое, сонно-гуризм. Шестое, стигматы. Седьмой, грех самоубийства. Что будет с самоубийцами после смерти. Восьмое, как бороться со страхами. Девятое, гороскоп Марлен Титрих. Десятое, у матери мира. Ну и еще какие-то новые темы, я еще их не слышала. Это одиннадцать, леторгический сон с точки зрения эзотерических наук. Как избежать одержания и опасности медиумизма. Четырнадцатая. Начинать уже, да? Ну да, тогда послушай, Виктория. Может быть, тогда и... Весь материал разноделит. Ну смотри, как сама будет чувствовать. Нам-то интересно, конечно. Я расскажу немножко о себе. Я только на пути к огне-йоге, теософии. И как два года назад я пришла на путь света. Сейчас нахожу только в самом начале пути. В исканиях нахожусь. Но я знаю однозначно, никогда с этого пути, ни при каких обстоятельствах, пока я жива, я не сверну. Друзья, сегодня вечер, посвященный Эзиде Божественной. Немножечко вкратце я расскажу о том, кто она какая. Эзида, дочь бога земли Геба и богиня Небанут, сестра и жена Осириса, олицетворение супружеской верности и материнской любви. Эта богиня почиталась далеко за пределами Египта. Что я могу сказать вкратце? Что она представляет собой и олицетворяет женское начало имени. Как мы знаем, пока были, когда был сотворен мир, женское начало представлялось третьей сиферодой в бинах. И представляла из себя огромный океан, без зная берегов, черного цвета, который был осенен сверху и обладотворен лучом света. После чего возникла жизнь на земле и все живое. Таким образом, мужское начало, активное я, это божественный свет, божественный луч, божественные энергии, эманации света. А женское начало имя имеется в виду как ипостась матери мира. И она выявляет все то, что у нас есть земного, все наши инстинкты, может быть, страсти. И представляет собой наше подсознание. А также ассоциируется с планетой Луна, в то время как мужское начало с активным, с планетой Солнца. Вернемся к Изиде. Слезами у Изиды был муж, а также брат Азирис, убитый седлом. Об этом более подробно я расскажу дальше. В связи с этим слезами скорбящие Изиды переполнились воды великой реки. И так объясняли древние египетяне разливы мула. Тысячиименная Изида была покровительницей мореплавателей и богиней ветра. Как богиню плодородия ее называли созидательницей всего зеленого, владычицей хлеба, госпожой пива, госпожой изобилия. Священным животным Изиды была корова. И часто саму богиню изображали с коровьими рогами и солнечным диском между ними, или как женщину с головой коровы. Но чаще всего Изида изображалась в виде женщины с владенцем вором на коленках. Образ Изиды матери стал прототипом Богородицы с владенцем Христом на руках. Тут я хотела немножечко наполнить от себя. Вообще, в эпоху Кали-Юга женское начало было несколько унижено, мягко выражаясь, мужским началом. И не всегда находилось на своем месте своего почитания. В древнем Египте, вообще на Востоке, очень почиталось именно женское начало. Поскольку женское начало было связано с магией, оккультизмом, и что являлось, в свою очередь, матерью всех религий, в том числе и христианства. Потом же она с этого пьедестала была освящена более янской идеологией, которая выражалась в поклонении Богу Солнца Раду. Сейчас, с наступлением эпохи Сати-Юга, женщины заявили о своих правах. И эти два начала по учению должны всегда находиться в равновесии. Не одну превалировать на другую, они оба должны быть взаимосвязаны и дополняют друг друга. Более того, я могу привести два примера. Елена Петровна Блавацкая и Елена Ивановна Рерих. Из чего на факте можно доказать по биографии этих двух великих женщин, что сейчас наступила именно эпоха женщин, великих дам. И будущее за женщинами, и наиболее могущественное воплощение, значимое по своей сути на земле, именно женского пола. Немножечко из мифологии вернемся в дупо. Что же произошло с ее мужем? Изида, матерь богов, также является матерью, сестрой и женой богов. То есть она, из нее произошли все боги, боги. Из этого можно сделать вывод, что собственно из женского начала, не то чтобы оно древнее мужского, но мужчина, который не почитает женщину, таким образом может не почитать и собственную мать. Изида, она невидимая, подающая плодородие, таинственная, мать, сестра и жена богов. Злобный Сет заманил своего брата, божественного Азириса, на пиршество. Хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Милу. Изида, только что родившего гора, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец, рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прилило к Библасу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе тело бога и его плавучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней покоится сам бог Азирис, великий податель жизни. Изида идет в Библас, приходит туда утомленная зноем жажды и тяжелой каменистой дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собой и прячет в землю городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Азириса, разрезает его на 14 частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта. И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плащу ее присоединяют свои жалобы сестра ее, богиня Невитеса, и могущественный Толу и сын богини Светлый Горг и Резит. Черная мать, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головой серебряный диск, включенный в коровье рога. Так собирала богиня, разрушенные членами своего супруга, чтобы оживить его при помощи Толота и Амуриса. Немножечко вычитаю кусочек из древнееврейского учения Хабры, которое зародилось в древнем Египте и дошло до нашей Вины. Женскому началу соответствует третья сефира Вина. Вообще, богиня Изида Божественная считается одним из лучей Матери Мира, которая является жизнеподательницей для всего сущего. Сейчас я прочту некоторые соответствия из Каббала, которые соответствуют Бине, а также неразрывно связанных с Изидой Божественной. Название Бина, Бет, Ёт, Нухе, понимание, магический образ, зрелая женщина, Матрона. Положение на древе, на вершине столба строгости в треугольнике вышних. Ецератический текст. Третий разум называется освящающим разумом, основанием первичной мудрости. Он называется также Творцом Веры, а его корни находятся в Ани. Он источник, из которого проистекает Вера. Другие наименования Бина. Ама, Темная Бесплодная Мать. Айма, Светлая Плодовитая Мать. Хурсиа, Трон, Мара, Великое Море. Имя Бога. Иегова, Элохим, Архангел, Цовкию, Ангельский Чим, Аралим, Крестолы, Мировая Чакра, Шаббата и Сатурн, Духовный Опыт, Виденье Скорби, Добродетель, Молчание, Порок, Скупость, Соответствие в Микрохозме, Правая Страна Лица, Символы, Йони, Ктеис, Весика, Писки, Чаша или Кубок, Внешняя Реза, Сокрытие. Цвет поцелуй, малинка, цвет пре, черный, цвет яцира, темно-коричневый, цвет босе, серый с розовыми крапинками. Вообще, относительно женского начала, оно связано с Луной. У нас связано с подсознанием человека, с всем скрытым и таинственным, что находится в человеке, совсем не познанным, а также связано с подсознанием, которое, как мы знаем, занимает 70% из 100 всего нашего сознания и мировосприятия мира. Солнце или мужское начало, активное я, соответствует нашему сознанию, разуму и всему логическому, из чего проистекает вся наша жизнь, с логическим восприятием мира. С женским уже началом связано именно подсознательное, интуитивное, инстинктивное метод постижения и восприятия нашего мира, нашей действительности. Еще я хочу зачесть ассоциации из судьбы на ступенях Золотого Тара. Первый конец. Имен у Изиды несколько. В аркане Тара второй, вы можете видать, попробуем. Это аркан Тара второй. Называется он «Жрица». Жрица серебряной звезды. Архетип – женственность. Традиционные наименования. Папеса, гнозис, изида, врата, святилища. Буква еврейского алфавита. Бетс, бейт, астральная буква. Числовое обозначение – два. Астрологический знак – луна. Каббалистическое значение – мысль, наука. Оккультное значение – род человека. Нравственное значение – божественная материя. Алхимическое значение – воздух. Физическое значение – женщина, мать. Соответствие в греческой мифологии – геката, богиня мрака, ночных видений и чародейства, лунная богиня. В римской мифологии – диана, богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение луны. По классической западной европейской традиции психологическое значение – основное прорицательное значение карты. Оккультная тайна, мистическое знание. Вообще, тайна, загадочность, неизвестность, закрытие из истины, запутывание, неясность, перспектив неопределенных будущих. Теперь хочу показать вам фотографии. Сохранившиеся до наших времен, из депо-божествия может, можно попробовать сейчас. Пожалуйста. Хочу также зачитать небольшой отрывок литературного, произведения литературного жанра «Элифко-самерия», которое, как я субъективно, может быть, несколько интуитивно прочувствовала, что я увидела в ней именно «Элифко-самерия» и «Элифко-самерия» и «Элифко-самерия». Ольга, подходите, пожалуйста. Сохранившиеся до «Элифко-самерия» и «Элифко-самерия» и «Элифко-самерия» и «Элифко-самерия». Спасается бегством от ее ужасного дыхания. Собирается большой совет «Сфер», и наступает вселенское цепенинение. Наконец, самое прелестное из постоянных звёзд выполномочено говорить об имени всего небесного свода, который предлагает мир к красудному скитальцу. «Сестра моя, так она начинает, почему ты нарушаешь гармонию «Сфера»? Какую зеро мы причининаем тебе? И почему вместо того, чтобы сумасбродно блуждать, Ты не выберешь себе подобающее место Перед дворем короля солнца, потом на нам? Почему ты не поешь вместе с нами вечерний пим, Одев, как и мы, белое одеяние, Скрепленное на груди бриллиантовой пляшкой? Почему в беспорядке бьются твои локоды, И, покрывшись горячей спариной, Ты мчишься сквозь мглу ночи? Ой, если бы ты смогла занять свое место Среди вечерин и пес, Насколько бы прекрасней ты была, Твое лицо перестало бы пылать От неимоверного напряжения твоих неслыханных полетов, Твои глаза прояснились бы, Твоя улыбка заиграла бы, как от твоих сестер, Все звезды знали бы тебя И не опасались бы твоего появления, А радовались бы твоим приближением, И тогда, покорившись неизменным законам Вселенской гармонии, Стало бы одной из нас, И твое мирное существование, Влилось бы еще одним голосом В песню вечной любви. А комета отвечает постоянной звезде, Поверь же, о моя сестра, Что мне разрешено блуждать, Где я захочу, И нарушать гармонию свет. Господь определил мой путь так же, Как и твой, И лишь тебе он кажется неверным и извинностным, Потому что твои лучи не могут проникнуть достаточно далеко, Чтобы принять обмуженность Элипса, Который был определён для моего курса. Мои пылающие волосы – Это Господь и сигнальный огонь. Я посланница солнца, Я постоянно чертю свои силы В их обжигающих лучах, Так что я могу делиться И во время моего путешествия Как с молодыми мирами, Которые еще не имеют достаточно тепла, Так и со старыми звездами, Остывающими в своем одиночестве. Если я утонусь в долгом пути, Если моя красота станет более мягкой, Чем твоя, И если мое одеяние будет чистым, Разве стала я тогда достойной Лечи в небес, Хотя бы такой, как ты? Оставь мне тайну моей ужасной судьбы, Оставь страх, который окружает меня, Прогляни меня, даже если не можешь понять, Я не перестану выполнять свою работу И продолжу дело своей жизни Под влиянием дыхания Господа. Счастливы звезды, которые отдыхают, Которые сияют подобно юным королевам В мирном обществе Вселенной. Я объявленный вне закона, Местный скиталец, Владение которого бесконечность. Они обвиняют меня в том, Что я не с собой планета, Тепло которых я возрождаю. Они обвиняют меня в том, Что я на вашу ужасную звезды, Которые освещают. Они упрекают меня в том, Что я нарушаю вселенскую гармонию, Потому что я не вращаюсь во другом центре, Хотя я объединяю их одну с другой, Направляясь в убийственные взгляды, Единственному центру всех солнц. Так что не сомневайся, Вы прекраснейшая постоянная звезда. Я не буду запневать твой мирный свет, Скорее я отдам тебе свое тепло и свою жизнь. Я исчезну с небес, Когда я истрачу себя, И мой руковой конец будет достаточно слабым. Знай, что пламя, возгорающее в храме Господнем, Несет ему славу, Будь то свет золотого канделябра Или пламя жертвоприношения. Пусть каждый из нас Выполняет свое жертвоприношение. После того, как я зачту С заключения своей лекции, Я могла бы надеяться на то, Что кто-нибудь из вас задаст мне свои вопросы. Изида, Печеская транскрипция Имени древнеегипетской богини Исет, Первоначальная местная покровительница Дута в Тельте. Затем, по сопоставлению с Богом, Соседник Узириса и Мендеса, Азирису женское дополнение, Сестра и Судорна Патрибева, Чему соответствовала и искусственная Идеографическая орфография обоих умов. Подобно Азирису, Изида, дочь неба Нут и земли Кепа, Олицетворение долины, Облаготворяемой Азирисом Нилом. Известен миф об убедении Последнего Сета, Поисках его тела, Плач над ним Визидой, Погребение его и воспитание Ее сына, город Балута Депты. Другой миф представляет Ее премудрейше из людей, Богов и Духов И рассказывает, Как ей удалось перехитрить Владыку Ра, Выпытав у него его сокровенное имя. Как в древнеегипетской литературе, Так и у классиков Изиды переписывалось Изобретение различных Медицинских средств, Магических форм, Отсюда ее эпитет Великое волшебство, Знание сокровенных вещей И тому подобное. Посвящены Изиде Были созвездие Сириус, Дерево Персея И четвертый день Из пяти вставочных, Когда праздновалось Ее рождение. Как богиня женского плодородия, Изида изображалась В виде коровы, Несущей между рогами Солнечный диск. Этот же головной убор Не забывался, Если богиня изображалась В виде женщины, Причем иногда К нему присоединялся Иероглиф богини. В эпоху синхретизма Нелетко богини Изображали Вроде азиатских Женских божеств, Вроде азиатских Вроде по всему телу. Сохранилась Масса статуэток Изиды, Смоделцы Вором на руках. Спасибо за внимание. Теперь ваши вопросы. В начале, конечно, Для тех, кто опоздал, У нас сегодня выступает Виктория, Первый раз. Появилась сама, Оттуда, Откуда-то. И она читала, Тема ее называлась так, Богиня изида божественная. У меня такой вопрос. Вот я рассказывала многим друзьям Об этой будущей лекции. И меня... Почему не один человек Такой вопрос задал. Что знают, Что это, Какую богиня, Это не несла какое-то зло, Или она там, Какая-то коварная. Вот такой вопрос. Как ответить? Какая-то коварная тема. Опять же, Персонификация изида божественной Восточной мифологии Это богиня Кари, Которая для большинства обывателей Является чем-то злым, Плохим, Злой волшебницей, Злым духом, Демоном, Демонезом. На самом деле, Она является защитницей Духовного знания, Защитницей людей, Идущих по духовному пути. Является боительницей, То есть, Она является воином света. Поскольку, Бороться со злом Иногда нужно и с кулаками. Если вы чувствуете, Что как-то можете Поспособствовать Распространению добра на земле, Можно даже каким-то образом Быть воинственной По отношению к злому, Не дать, Чтобы зло село Как бы тебе на голову. Поэтому, С одной стороны, Она является И добрым гением, И защитницей Божественного, Светлого, Духовного знания на земле. В то же время, Зная, Как выглядит Богиня Кали, С черепами, С красным, Высунутым изо рта, Безруком, Бездетная, Злобная, Голодающая, Жаждущая женщина, Бегущая по земле, Можно просто Посочувствовать Ее горькой судьбе. Но она сделала Свой выбор. Она является Воительницей. Таким образом, Нельзя сказать, Что Изида И как еще Персонификация Изида Является Гекада, Божественная, Также Диана. Это трехликая Богиня Мрака и Колдовства, Чар, Чародейства и Волшебства, Которая действительно В какой-то степени Можно сказать Связанная С каким-то Темным началом В человеке, Его страстями, Его подсознанием, Его интуицией, Его пороками. Но она Помогает Человеку Их выявить И как грешник Покаяться в этом И идти дальше К свету. И Также Гекада Их Ображалась С трехликой, С тремя телами, С вьющимися Как змеи Волосами В виде змей. Но она Являлась Очень сильной Подательницей Жизни И плодородия Всему Человечеству, А также Одним из Тучом Матери Мира Или Женского Начала Ини. Таким образом Можно сказать, Что все Женское Начало Инь Является Темным. Спасибо За вопрос. Пожалуйста, Вопрос. Геннадия Все Такие Целесные Вопросы Нет, Ну а какие Вопросы Человек Села Такие Целесные Вопросы 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 Нет, Ну почему Если брать Как пустим Египетскую Металовию Все Боги У них Не одно Не два А множество Лиц Если Вы так Говорили И Нет Среди них Добрых Или Злых Они С одной Стороны Однозначно С одной Стороны Они Злые Коварные С другой Стороны В чем-то Они Недобрыми В чем же Отличается Тогда Бог Допустим Египта От Тех От Того же Бога Допустим От Того же Допустим Нет Конкретного Либо Черного Либо Белого Либо Добра Тех Стоит 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 против христианства, опять же надо заметить, что магия и акультизм родоначальники христианства и всех религий это матерь всех древних, сокровенных и эзотерических знаний. Таким образом можно сделать вывод, что христианство является всего лишь матерью алхимии и акультизма древних египтян. Это к ответу на ваш вопрос. Что касается человека как такового, в каждом из нас существует независимо мужчина или женщина, как женское начало им, так и мужское начало я. Поэтому нельзя судить конкретно, что женщина черная, она плохая, мужчина благо, он светил. Они как взаимно два дополняющих начала, одно без которого не могло бы существовать. И вообще сейчас есть современное определение человека как свет от темы. Просто нужно различать, в человеке существует больше плюсов или больше минусов, бинарности. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, вопрос еще. Вот какое отношение имеет, скажем, богиня Кали к Кришну и к Кришнуизму как таковому? Я думаю, что это всего лишь одно из виков Бога. Насчет Кришна я мало знакома. Нет, Вишну. Вишну. Какой человек, я думаю, что это является давляющей над какой-то другой. Таким образом мы уже будем работать на уста на врагов темных сил, то есть врагов света. Спасибо за вопрос. Я могу свое мнение. Это вопрос интересный. Я год практиковала по вторесту, живу в Кали Кришна охране. Немножко знаю об этом. Насколько я понимаю, Изида – это та же энергия Шахти, что Радха, Сида, все Ливы, все Гопи. Здесь нет различий. Это одна энергия. Просто я общался с Вишней. Материнская энергия и отец, там, Кришна, мама, Радха, еще много мам. Это было не символы. В Ладья Никаре было символом, как и Вишну. Другие символы. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Ваше отношение, допустим, к религии, да, множество Богов или один Бог. Это хорос плюс или минус? И да, и нет. Плюс и минус. То есть все Боги – это являются частью единого Бога, нашего Дворца. Спасибо. Я ответила достаточно. Спасибо за ответ. Хороший ответ. Еще вопросы какие-нибудь? Может быть, пока вы думаете над вопросами, я сделаю объявление. Мы тут перечисляли уже на тематику нашего клуба. Перечисляли тематику клуба и тех великих людей и святых, о ком уже тут шла речь. Вот еще список. Ну, как правило, мы рассматриваем гороскопы. Пока Юрий и я, еще у нас появилась одна интересная оздоровка Светланы Литвинова, Синельникова, журналист. Это в той же компании, что вот из ЖЖ. Идут там исторические наблюдения интересные стоят. Потом можете посмотреть эту книгу. Ну, рассматривали мы такие гороскопы и такие темы, естественно, о жизни этих замечательных людей, просветленных, святых, основателей различных ашрамов. Ну, возьмем поэтов, писателей. Это Достоевский, это Александр Блок, это Куржиев. Я себе написал. Сейчас просят уже некоторые. Эспрессо, все эти названия пригодятся. Это художники Михаил Брубель, Рерихи Микаева, Елена и Николай. Святые. Суфи и Найадхан. Сайбаба. Йогананда. Да, здесь приглашались представители из центра Сайбаба. Они практически каждый раз присутствуют. Ну, вот сейчас видно лето, а может быть, сегодня нет. Проповедуют, они всегда проповедуют, кроме лекций, кроме тех лекций, которые происходят. Также центр Йогананды здесь, Наталья, приходила и рассказывала об определении международной, которую сейчас в практике ведут. Кри-йоги и другие. Это же гороскоп Йогананда. Ну, естественно, Елена Плавалска. Много лекций делалось с разными лекторами. Также ее гороскоп. Но это еще даже... Да, был, была одна лекция. Но это еще впереди, потому что это бесконечное исследование. Мать Мария, недавно на Елизабетес появился ее памятник. Это наша святая из Латвии, которая сама пошла в газовую камеру во время Великой Отечественной войны, защитив какую-то молоденькую девочку. Ну, это кратко. Тут рассказывали подробно об этом. Фамилии я вообще не знаю о лекторов. Но это мой такой принцип с юности. Знать только имя. Но если нужно, придумаем о святых фамилии. Вот о Блаванской читала Людмила, о матери Марии тоже Людмила. Про зрение временем лекция Татьяна. Экстрасенс, ясновидящая. Также о святых, об ошрамах. Это уже наша тема, так как мы сами этот центр здесь организовали. Это центр Аммы. Амма – это Божественная Мать. Это святая в Индии. У нее ашрам громадный на юге Индии. Там больницы, университеты. Там Даршан она производит. Она ездит по всему миру и лечит тем, то, что обнимают. Любит людей. Через то, что она их обнимает, они вылечиваются от всех болезней. Вот об Амме тоже рассказывали, делали ее гороскоп, исследовали. Сейчас этот центр существует в Рике. Да, я еще хочу сказать, что я рассказываю о духовных центрах и практиках, где сама практиковала, и которые мне считают, что они опасные секты. Существуют еще опасные тоталитарные секты, и о них я не называю, только, может быть, в каком-то личном общении. Ну, это тут такой народ, что вы сами надо знаете. А те вот практики, которые, ну, они просто прекрасные. Они дают нам выжить, иметь здоровье в этом веке Кали. О них я расскажу. Ну, вот это один из них центр Рамы на Гертруде-С-5 находится. Уже центр Бабаджи тоже находится на Гертруде-С-5. Это как раз вот АТО. Это вот мужское, женское. Изображение того же Сэй-Баба. Там есть и мужчина, и женщина. Да, центр Сэй-Баба тоже на Гертруде-С-5 находится. Ну, и так далее. Вообще, достаточно длинный перечень. Община Закчен, но я не могу никак уговорить ни одного из специалистов компетентных выступить здесь и рассказать. Они считают эту практику достаточно тайной. не хотят засвещать. Но можно посмотреть вам. Здесь вот они согласились в галерее. Мы танцуем. Я тоже с ними танцую. Каждую среду и понедельник в 7 часов мы здесь рассылаем Ландову и танцуем. Илона рассказывала о рунах. Она специалист по рейке и по рунам. Это было очень интересно. Я надеюсь, что еще она у нас здесь придет и расскажет. Да, ну и наша, конечно, тема с Юрием. Мы сегодня на работе. Астролог Юрий Новоселов. 20 лет с ним уже проводим семинары и лекции. Это все мы там великом. Это где-то его наработки. Он где-то 4 лекции провел о движении хиппи. Мы сами были в хиппи и есть. И он рассказывал о битниках, о керуаке, о Гиттсбурге, о революции Сан-Франциско в 67-м году, о идеях светлых и несветлых. Вот это то, что нам наиболее близко. Сейчас, пока вы будете задавать вопрос Виктории, я подумаю еще что было. Потому что было много. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. У Юрия, когда следующее, она садится. Юрий здесь, тут действительно было напасть. Я не боюсь этого слова темных сил. Нас хотели отсюда сектантами, кем его куда вызывали. Юрий с тех пор вот как-то очень обиделся, на что-то и не приходит. Но будем надеяться, что он согласен. Надо будет вам позвонить. Ну да, позвоните, пригласите. Юрина, а те неявления святых поседаний Куба? Каждое воскресенье полпятого. И теми, и теми, и теми. Что? Теми, и теми. Следующая тема у нас не назначена. Но может быть согласиться, согласишься? Потому что у меня даже... Ну, если Юрия не звали. Ну, вы можете и он, и ты там, по часу, если вам. А что вот... Вот сегодня какая-то тема заинтересовала особо. Вот юноша приходила. Вот пришла сказать, какая-то тема. Может быть про андрогинов тогда это как бы дополнение на эту тему. Хорошо. Опять же. Ну, сама назови тогда. Следующая тема тогда будет тема андрогенности, про андрогинов, бинарность. Ну, я объясню, что такое андрогенность. Это где-то. Вот, третье. Это существо, как правило, это бог или богиня, сочетающие в себе как женское, так и мужское начало. Как женское, так и мужское. Но не путать с гермофрадитом. Всем интересна эта тема? Приходите. Приходите.